Танцую я с детского сада, это было в Мадоне, потом был отрезок в Риге, хореографическое училище, потом опять Мадона, потом опять в Риге, государственные ансамбли танца Дайла, и потом Далгов пился. Хореограф Ивар Миронов – человек неунывающий. В конце 70-х годов прошлого века солист государственного танцевального коллектива Дайла, гремевшего на весь Союз, из-за травмы вынужден был уйти с большой сцены. Так началась не менее интересная и насыщенная жизнь руководителя многочисленных танцевальных коллективов, постановщика грандиозных массовых мероприятий и шествий и главного балетмейстера Даугуфпилса. Была когда-то такая штатная единица. И надо сказать, Даугуфпилс тепло принял столичного артиста. Ой, встретились чекарно, потому, наверное, и остался. Встретили, тогда заводелом культуры был прекрасный человек Элзо Янованов Синцева, а зампредом исполкома была Лидия Сергеевна Судняк. И две такие женщины меня на поезде встречают у перона. Внизу стоит Белая Волга исполкома. Меня не возит никуда, ни в исполком, ни сюда, в Дом культуры, никуда. Надо возить сперва смотреть однокомнатную квартиру до улицы Циолковского. Ну, значит, я понял так, что они отлично подготовились к моей встрече. Ну, и просто деваться было некуда. Просто-напросто взял и уже написал заявление, что буду работать. Я очень быстро тянулся. Во-первых, тогда было это колоссальное... Ну, вообще, я тогда нашел контакт с колоссальной студией было художников. Там и стумбрицы были, и многое всего. Ну, и мы как раз тут все на химии, в принципе, компактно жили вместе. Ну, и тогда вот Марат Щелудко был такой культработник классный. Лебедева, директор стройки, как называется. Вот, и, кстати, там художественным руководителем тогда Регина работала, нынешний мой директор. Центр латвийской культуры. Как-то с Бутаном тогда он был дирижером, артистом. В театре сразу нашел очень много таких интересных собеседников. И, в общем, жился я очень быстро. Природная коммуникабельность и способность сразу замечать единомышленников позволили Ивору очень быстро поставить самодеятельный танец в городе на новые рельсы. Харизматичному балетмейстеру доверяет городское партийное руководство. Его уважают работники культуры. К нему прислушиваются молодые педагоги. И мы тогда при мне начали такую политику довольно хорошую – танцуют дети. И мы скорым временем не только в Доме пионеров при Героиде Ивановне, а тогда еще и в всех школах мы, в принципе, создали танцевальные коллективы. Принцип был такой у нас, ну, тренд, как сейчас нынешний, если человек чем-то занимается, это ему прикипает немножко, это потом зритель и в театральных залах, и концертных залах. Просто он развивался. Ну вот из-за этого. Ну и тогда мы могли делать шикарные праздники. Да, и мы такие праздники города проводили, и вся эстрада практически, ну, середина. Было полное в Даугупилской самодеятельности. Как ни странно, но Миронову удавалось вовлекать самодеятельность, казалось бы, в сугубо официальные мероприятия. Как и везде, в те времена два раза в год в Даугупилсе проводились демонстрации. Впервые в Латвии национальный колорит и душевность придал официальному партийному шествию именно Ивр Миронов. До того демонстрации как было? По строго, по ранжиру всех построили, и все пошли. Это по ранжиру как? Ну, это, во-первых, тем, которым мы дали переходящие красные знамя, и там соцсоревроны, а они кто выиграли и так далее, они во главе шли. Потом все туда-туда-туда, а отдел культуры, вообще работник культуры самым последним шли. И мы один раз так с Селзой Яновной так похихихали, да, что лучших все равно ко мне составляют там. И так, ну, говорит, давай, а мы пойдем первыми. Говорит, а как это мы сделаем? Я говорю, а мы красиво танцоров выведем на площадь, они минутки две-три станцуют, как-то наряднее голову саму долгопился сделать, и пойдем все, и вы сразу, как работник культуры за нами. Она похихихала, и тут перед очередным первым маем Лидия Сергеевна звонит, говорит, Ивар, срочно думай, что на площади вы будете делать. Надежда у них вроде было как-то начинание новое, вообще непривычное. Ну, и ничего, и так вошло, по-моему, лет десять. Танцоры всегда открывали парад, разные рисунки, разную тематику. Так что, да, это было начинание. То есть, такую душевную нотку в это официальное мероприятие вы внесли? Вполне душевную. Даже тут Рига приехала специально снимать это один раз, потому что это в Латвии ни в одном другом городе не было. Даже в Риге они такое вначале не пустили. Кстати, после долгопился они в Риге тоже начали делать такую национальную нотку в костюмах впереди уже республиканской рижской колонны. А тогда того и в Риге не было такого тоже. Работать с душой Миронов продолжает и до сих пор. И до сих пор постановка всех городских шествий лежит на его плечах. Например, праздник города с его огромной колонной представителей учебных заведений, спортивных секций, промышленных предприятий. Всю эту разношерстную публику надо превратить в красивый рисунок, чтобы праздник доставил удовольствие не только самим участникам, но и зрителям. Одно из ярких зрелищных мероприятий, которое курирует Ивра Миронов – «Факельное шествие», которое проводится обычно в честь Дня национального героя Лачплисиса. Вот уже более десяти лет Ивр Миронов – бессменный руководитель танцевального коллектива сеньоров «Атболс», участники которого завоевали немало призовых мест на различных конкурсах и фестивалях. Ну, вы достаточно серьезный коллектив, потому что заслуг у вас много. Ну, да, у нас там почетные грамоты, и приезжает это одно, но самое главное – это мероприятие, ну, если не на каждое, то через какое-то, новые танцы. Ну, и на сей день, в принципе, 32 танца я сделал для коллектива. То есть серьезный репертуар. Ну, за 10 лет, я думаю, да. Когда в фестивале масок было, я для каждого в фестивале масок делал отдельный номер, например. На лигу отдельный номер, на это отдельный, ну, так, чтобы это все так, так, так. Ну, вот так они подсобрались. Силы откуда они черпают? Ведь люди все, ну, достаточно пожилые, а вы их, я так понимаю, гоняете здорово. Ну, нет, мы сперва разводим так довольно тихо. Потом, потом, потом и как-то, ну, когда надо, тогда надо. У нас, когда был сейчас в апреле юбилейный концерт, 13 номеров танцевальных, ну, хотя там хитрость тоже есть. Там не все все танцевали, как там, например, одни танцуют, другие отдыхают в это время. Потом те, которые помоложе, тех еще можно пихнуть, а там те отдыхают. Ну, и так, 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 так они могли и отдохнуть, и себя показать. Ну, главное, вот что. Они, ну, в принципе, не замыкаются на поседневности. Мы были в Сигулде, ой, Алуксне, в Скривере, на фестивали в Юрмалу ехали два раза, когда международные фестивали те были, сеньоров. Кстати, нас там Баварское телевидение сняло, единственное из всех коллективов, которые на большой сцене Дзинтеры выступили, и мы шутили. Ну, да, ну, новая волна кончилась. Сейчас Адбеллс выходит на сцену после новой волны. Так, 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 ну, нет, 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 мы в Краснодаре много раз мы были. Так, так, по невежеси, там, на ура, вот, недавно вернулись, через два года, то есть, ну, да, два года назад опять были, так что по невежеси нас уже регулярно приглашают. Однако умение Миронова отвечать не только за один коллектив, но и за масштабные праздники, востребованные сегодня. И подтверждение этому прошедший летом фестиваль песни и танца сеньоров. Тогда со всех уголков Латгалии в Даугупил съехались танцевальные и песенные коллективы. Хореографию действа курировал Ивар Миронов. Секреты успеха масштабного зрелища до удивительного просты. Главное в голове держать три вещи такие, ну, когда начинаешь что-то делать. Первое, чтобы это было интересно и зрителям, и им самим, участникам. Второе, это, чтобы во время процесса построения программы, чтобы была радостная атмосфера, вот там, среди участников, во время репетиций. И потом, ну, должна тогда такая доброжелательность идти, даже если он ряпнет. Но люди знают, что это будет по делу, что он через минуту может опять взять и улыбнуться, потому что он ряпкает не на них, он ряпкает, может быть, от того, что он не так объяснил. Он сам на себе больше злится, чем на людей. Ну, да, ну, сложности есть, конечно, в таких мероприятиях. Но там было порядка тысячи человек, участников. Ну, да, 900 с чем-то было так называемых европейских танцев, ну, вместе с народными, плюс хоры, плюс фольклорные ансамбли, да, так. Главное их, знаете, чтобы каждый следующий номер был на, ну, вот на, ну, измерений такой на сантиметрике выше, чем предыдущий. Чтобы все шло от начала, пошло наверх, 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 наверх. И все, каждый следующий номер, чтобы добавлял. Чтобы не было скучно на концерте. Праздник удался, если шанс до сих пор звонит из тех районов, которые были, да, ай, как у вас было хорошо, давайте у вас. Еще раз я говорю, ну, миленький мой, вы что хотите город вообще взять и без штанова ставить, каждый такой праздник, каждый год делать. А Миронов бы делал, ведь энергии у мастера не занимать. Он следует своим правилам по жизни, которые помогают ему жить и работать, быть нужным и любимым. Самому не унывать, если что, со всеми поддерживать абсолютные, если можно абсолютные, но по мере благожелательные отношения. Не держать при себе, если есть какая-то мысль хорошая, что которой пригодится, ее сразу надо выдавать на гора. Ну и поддержка жены. Наверное, все так и складывается.